Евросоюз поддерживает борьбу Украины против российского вторжения и готов предоставлять ей эффективную поддержку, чтобы после войны украинцы смогли провести все необходимые преобразования и реализовать своё желание построить в Украине страну мечты. Об этом сегодня в Варшаве, выступая на конференции доноров для помощи Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Жестокость российской агрессии шокировала мир. Я видела это своими глазами, когда посещала Киев. В Буче видела массовые захоронения, мешки с телами, шрамы и раны, расстреляны дома и больницы, детские сады и школы. Это зверство. Это военное преступление, которое совершалось каждый день. Именно это делала Россия. Вчера мы представили шестой пакет санкций, болезненные для российской экономики, для чего они и предназначены. Путин должен заплатить цену за эту агрессию». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейский союз на стороне Украины, хотя и не может сравниться с украинским народом в его мужестве и самопожертвовании. Зато Евросоюз может использовать всю свою экономическую мощь, чтобы помочь Украине выстоять в этой борьбе. «За 10 недель войны мы предоставили 4 миллиарда евро экономической и финансовой поддержки. Мобилизовали 3,5 миллиарда для украинских беженцев в Европейском Союзе. Три недели тому назад здесь, в Варшаве, мы предоставили еще 1,8 миллиарда евро для внутренне перемещенных лиц в самой Украине. Понятно, что этого недостаточно. Сегодня я имею честь начать взносы. Мы счастливы предоставить еще 200 миллионов евро для людей в Украине, для внутренне перемещенных лиц. И мы надеемся, что многие последуют за нами». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам конференции по видеосвязи. Он рассказал, как увидит эффективную помощь партнеров для Украины». «Как закончится эта жестокая война, которая будет решаться не только на поле боя. Это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги от продажи нефти, газа и других ресурсов». Также президент отметил, насколько важен для нашей страны, стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог плана Маршалла. «Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей центральной и восточной Европы. Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой». Елена Михайловская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.